В китайском Ханчжоу завершился первый рабочий день саммита G20. Финальным аккордом стал ужин, который организовали для лидеров крупнейших экономик мира. Но до этого была официальная церемония фотографирования. На нее шли все вместе. Во главе колонны в центре президент Путин. Справа от него председатель КНР Си Цзиньпин. Слева президент Казахстана Нурсултан Мазарбаев. Остальные политики позади. Путину на саммите уделяют особое внимание только за день. Хозяин G20 Си Цзиньпин и Путин пожали руки на камеру целых шесть раз. На церемонии фотографирования место Владимиру Путину определили рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики успели о чем-то поговорить, пока фотографы готовились сделать этот исторический снимок. Ужин был шикарным. Белый зал, огромные столы и бесчисленное количество цветов. Каким было меню, пока не сообщается. Но известно, что первый тост был за процветание человечества и успешное сотрудничество государства. Поднять бокалы за это предложил сам хозяин G20, председатель КНР. В зале приема лидеры делегации имели возможность поговорить за праздничным столом. Этой возможностью и воспользовался российский президент, который пообщался с президентом Египта через переводчика. Программа первого рабочего дня была довольно насыщенной. Президент США Обама успел даже устать. Он прикорнул на заседании саммита большой двадцатки. А ведь в зале-то обсуждали, как выйти из глобального кризиса. Но, похоже, для Обама это уже вопрос не самый критический. Эта двадцатка для него финальная. Обама уже не стесняясь демонстрирует пренебрежение. Американский президент сидит за круглым столом. Долго сидит с закрытыми глазами, поддерживая одной рукой свою голову. Поспать на заседании – дело святое. Многочасовые перелеты, десятки встреч. Давайте вспомним всех прикорнувших лидеров. Но вернемся к саммиту в Китае. На нем не только спал Обама, на заседании скучала и канцлер Германии Меркель. Она задумчиво смотрит в потолок, чем сильно удивляет тем самым всех собравшихся мировых лидеров.